Как я говорю, не первый раз такое происходит. Лена Кипер, вы стопнулись уже с этим в своё время на Евровидении, когда ваша группа Тату также, ну, фактически засудили, таким же образом, в какой-то момент отключив телефонное голосование, сказав, что там неполадки, и включив голоса национального жюри. Она неизвестна. Вы знаете, да, я по-прежнему придерживаюсь своего мнения, что это большая драматургия. На самом деле, это большое международное коммерческое шоу, где заведомо сильного игрока очень интересно наоборот погрузить в сложные обстоятельства, создать препятствия. И люди, которые смотрят это шоу, всегда поддерживают, понимаете? Они, видя явное, понимаете, несоответствие того, что игрок, а герой, наш, например, да? Вот если о группе Тату говорить. Группа Тату к тому времени была известна на весь мир. Но, если говорить о профессиональном жюри, я вам честно скажу, они пели не очень чисто. И профессиональное жюри могло их действительно, ну, оценки им ставить невысокие. Понимаете? И уникален результат, когда это вызывает, ну, когда в этом есть определенный конфликт. Для шоу это очень полезно. Это здорово работает на зрителя. А было ощущение, что там пытаются, Александр Борисович, действительно создать конфликт там на шоу между Россией и Украиной, например? Вы сказали, что никогда раньше не было такого разрыва, но раньше же официально не показывали результаты голосования. Единственный случай вот был с Тату, когда Тату явно, оно не просто было известно в Европе, как вы говорите, оно было невероятным хитом во всей Европе, чуть ли не номер один. Вот. И когда стало ясно, что Тату победит, неожиданно включили жюри, и там все было наоборот.